На пленарном заседании, посвященном началу учебного года, был обсужден не один десяток вопросов, которые касаются организации образовательного процесса на Брещене. Среди наиболее актуальных тем – модернизация, но непривычная материально-техническая. В этом направлении за последние годы было сделано немало, а учебно-методическое. Я больше сегодня буду говорить о том, что нам надо, во-первых, за компьютеризацией, за каким-то большим реконструкцией и так далее, посмотреть, что же у нас на территориях школы то или иное делается, насколько она была устроена, насколько там комфортно детям – это первое. Второе – качество знаний, качество учебного процесса. Это наше будущее, вы правильно сказали, это будущие профессора, будущие инженера, будущие руководители предприятий, организации и так далее. Поэтому, какую основу мы сегодня им заложим, так они дальше будут по жизни. Инновации в образовательном процессе – дело, с одной стороны, привычное, а с другой – постоянно держат напряжение и педагогов, и детей, и родителей. Не станет ли новшество неподъемным, насколько целесообразен его ввод и какие подводные камни могут затормозить процесс. Однако, как показывает практика, порой стратегии развития оказываются настолько важным и нужным инструментом, что становится понятно – претерпевать процесс модификации пришлось не зря. Главное условие – он должен быть тщательно продуман и детально проработан. Инновационный проект Министерства образования Республики Беларусь внедрение модели активной оценки как средства когнитивного развития учащихся реализуется в Государственном учреждении образования средняя школа номер 18 города Пинска с 1 сентября 2013 года. Как же это у нас происходит? Ученик во время учебного занятия видит, понимает свои успехи и радуется им, но и может наблюдать свои неудачи и устранять пробелы. Это происходит через обратную связь, когда учитель не сразу выставляет отметку ученику, а может ему написать или в устной форме сказать, что ему нужно доработать, какое правило повторить. Также у нас урок начинается с цели полагания. Учитель ставит цель на урок не для себя, а для ученика. Мы сегодня привезли и презентуем свой инновационный проект, по которому мы работали три года. Это формирование системного мышления учащихся при организации уроков и факультативных занятий. Этот метод построен на особенностях человеческого головного мозга устройства. И это графический метод, который позволяет учащимся обрабатывать большие объемы информации, запоминать эти объемы, понимать, что главное, потому что это проблема теперешнего времени. Учащиеся все хуже и хуже понимают, скажем так, то, что они видят в учебнике. И наш метод, наш инновационный проект, он дал определенные результаты. Повысилось качество знаний учащихся по учебным предметам. Результативность участия наших учащихся в олимпиадах, в конференциях. Предваряли совещания выставки, в рамках которых свои достижения презентовали как учреждения общего и дополнительного образования, так и предприятия, с которыми активно сотрудничают детские сады, школы, лицей, гимназии, университеты, а также общественные организации. Кружки, секции и занятия по интересам – неотъемлемая часть жизни современного активного и успешного подростка, так как именно в центрах дополнительного образования ребенок часто находит настоящих друзей и единомышленников, а бывает и дело всей жизни. Я начинала сначала с обычных моделек, что мы сегодня представляем на мастер-классе. Я начинала с бумажных, простых моделей. Потом более сложные начал делать. И так вот я уже здесь, в этом кружке два года. Вот сейчас у меня пятая модель, которая летает на пульте управления. Вот. Нравится тем, что это просто интересно. То есть это твое хобби, увлечение в будущем, в свою жизнь. Видишь, связанность с авиацией, может, с авиастроением? Ну, хотелось бы. Еще одна тенденция, положительно характеризующая подрастающее поколение – участие в масштабных внешкольных проектах социальной направленности, среди которых всегда особое место занимают программы по сохранению экологии на планете. Наши молодежи, если пробудить этот интерес, тогда он просыпается. Но просто многие не знают о существовании этих же проектов нашего экологического центра. И поэтому, если не знают, что это есть, поэтому это и неинтересно. Но когда они узнают, интерес проявляется. Часто на вопрос, какой предмет из школьной программы нравится больше всего, учащиеся полушутя полусерьезно отвечают – переменки и каникулы. Особенно летние. К счастью, такая предметная любовь редко влияет на успеваемость отрицательно. Наоборот, хороший отдых гарантирует повышение качества усвоения материала. К тому же, все чаще школьники предпочитают проводить свободное время физически активно – на стадионах, турниках или в бассейнах. Тем более, что в нашей области для качественного спортивного досуга созданы необходимые условия. На выставке были представлены и новые разработки, которые сразу пришлись по вкусу школьникам всех возрастов. Сегодня мы выставляем такой тренажерный комплекс уличного образца. Тренажеры предназначены для улицы. Практически возрастного ограничения для использования этих тренажеров не существует. С удовольствием на них занимаются как дети, так и взрослые, так и пожилые люди. Как вы видите, делают это они с огромным удовольствием, им очень нравится. На каждой выставке, практически на каждом нашем комплексе присутствует огромное количество детей. Молодые пары приходят, пожилые люди. Занимаются с самого утра практически до позднего вечера. Я бы хотел, чтобы в моем дворе тоже такое было, поскольку это очень веселая штука, аттракцион. И не хуже многих, которые в парке находятся. Создание комфортных условий для отдыха и учебы, а также формирование и внедрение современных методов и способов обучения и воспитания подрастающего поколения – весомый вклад в будущее не только области, но и страны. Таланты и трудолюбие берестейцам не занимать, а значит, при грамотном подходе Брещина еще не раз заявит о себе не только на спортивных, но и на научных международных площадках.